Дорогие друзья! Буквально всего один год, но брат помнит больше, чем я, и я попросила его написать этот рассказ о нашем дете. Мой дед Файдюк Иван Кириллович родился 4 июля 1904 года из запорожских казаков. В юношеском возрасте в поисках заработка вместе с братом оказался на житомирщине. Ко времени начала коллективизации на Украине работал по найму в многодетной крестьянской семье, где познакомился с Антониной, моей бабушкой. В 1939 году Иван Кириллович был мобилизован как резервист на военные сборы. В сентябре с нападения гитлерской Германии на Польшу началась Великая Вторая мировая война. И уже в декабре 1939 года дед принимал участие в Советско-финской войне, которая закончилась в марте 40-го. Мирная жизнь оказалась недолгой. К 1941 году в семье росли трое детей. В первые же дни войны Житомирская область была оккупирована немецко-фашистскими войсками. И только в декабре 1943 года, когда советские войска освободили значительную часть левобережной Украины, Иван Кириллович был снова мобилизован в Красную Армию. Попал в Прибалтику. Дед не любил рассказывать о войне. Помню, когда мы с братом были еще дошкольниками, деда за большие усы и сходство с Чапаевым так и звали – Дед Чапахи. А еще дед был без правой руки. Он все время шутил по этому поводу, что руку отстрелили белые, когда Урал в реку переплывал. Навсегда в памяти такая картина – дед одной левой рукой в поле траву или рожь косит, высокий, сильный, в белой нижней рубашке. В нашей памяти он навсегда остался настоящим дедушкой. Ведь когда мы с братом доросли до осознанного возраста, деду было уже за 70. Мы на тот момент жили в Казахстане, на Байконуре, и каждое лето приезжали на Украину в гости. Нам с братом было лет 11-12, когда впервые серьезно спросили деда Ивана о войне. «Деда, а ты убивал людей на войне?» «Нет», – ответил дед, – «людей не убивал». К этому времени от отца мы уже знали, что дед был пулеметчиком. И с войны в качестве нужной в хозяйстве вещи привез, два колеса от пулемета «Максим». «Я стрелял по фашистам», – продолжал дед. «Сначала не мог стрелять, они же тоже люди», – думал я. Дед замолчал, достал из кармана листочек бумаги, положил на колено, развязал зубами узелок на мешочке с махоркой, сделал скрутку, закурил. Деда, я всегда помню, веселым или строгим, а тут грусть в глазах. Он продолжил. Я смотрю в прицел, бегут немцы, а стрелять не могу. Напарника моего первым убило. Я закрыл глаза и начал стрелять. Стрелял, пока лимта не закончилась. А когда открыл глаза, нет немцев, молчат. И не убил никого. Испугались, убежали. Мы были дети с братом, конечно, и дед с нами говорил, как с детьми. Говорил о серьезном и недоговаривал. Мы понимали это и не переспрашивали. Конечно, мы понимали, что фашисты не убежали. В 1944 году был дважды ранен Иван Кириллович. После первого ранения легкой контузии быстро вернулся на передовую. Продолжал бить врага из своего Максима. Пулеметчик на войне – особая мишень для пули вражеского снайпера. При освобождении Польши эта пуля, пуля особая, со смещенным центром тяжести, настигла моего деда. Ранение оказалось серьезным. Пуля вошла в правое предплечье. И чудом не зацепив позвоночник, прошла под кожей вниз и вошла в брюшную полость. Несколько месяцев госпиталей и рядовой Иван Кириллович снова в строю. Был направлен в часть боевого охранения. Охранял железнодорожные мосты, коммуникации сначала в Польше, затем в Восточной Пруссии. Для деда война в мае 1945 не закончилась. Демобилизовали только осенью победного 1945. Уже придя домой с войны, дед узнал, что вернулись и два родных брата Антонины. Оба подполковники дошли до Берлина и встретились в Рейхстаге. У родственников сохранилась такая фотография. На войне дедушка был награжден медалью за отвагу дважды. Причем вторая медаль нашла его уже в 70-е годы. После войны дед работал в колхозе. Как-то сильно ушиб плечо, то самое, куда вошла пуля снайпера. Так дед остался без руки уже после войны. Сейчас мы знаем, какой нелегкой оказалась судьба нескольких поколений наших дедов, наших отцов. Но я не помню, чтобы Иван Кириллович жаловался на судьбу. Вырастили шестерых детей, выросли внуки, правнуки. Бабушка вспоминала последние слова деда. Поужинали, дед выпил чарку и прилег на кровать. Антонина, мы прожили с тобой долгую жизнь. Прощай и прости меня. Это моя последняя ночь. Утром его не стало. Дедушке было 80 лет. Буквально позавчера, 7 мая, я пела на концерте, посвященном Дню Победы. И когда я пела строчки «Старочек пулеметчик» за синий платочек, что был на плечах дорогих, в эту минуту я, конечно, вспоминала своего дедушку Ивана Кирилловича. Дорогие друзья, с Днем Победы будем помнить подвиг наших предков и сделаем все, чтобы эту память сохранить. Историческую память и историческую правду о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С праздником!